У этих машин, можно сказать, появилась старая жизнь. В свое время они были банальным средством передвижения, иногда предметом роскоши. Сегодня это носители живой истории. В музее авто и мототехники представлено более 50 автомобилей и мотоциклов и десятки старинных велосипедов. Мотоцикл К-750, милиция, примерно 60-х годов. Если кто-то помнит и смотрел фильм «Берегись автомобиля», то инспектор катался, догонял «Волгу» именно на таком мотоцикле. Этот мотоцикл команда музея собрала практически собственными руками. Сами устанавливали вилку и козырьки, перебирали мотор. Но историческую точность экспонатам придают детали. Именно они и делают автомобили по-настоящему уникальными. Поэтому организаторы выставки уделяют им особое внимание. В экспозиции музея можно встретить и самое популярное советское такси – ГАЗ-21Т «Волга». В ней установлен настоящий счетчик того времени и даже фирменные колпаки. Особое внимание привлекает и ВАЗ-2103 милицейской раскраски. На самом деле, как бы, это автомобиль милицейский. Он изначально был, стоял у нас, находился у нас в музее, как экспонат. Автомобиль ГАИ. Но однажды мне пришлось побывать с друзьями на гонках «Москово-классик Гран-при». Это гонки на классических автомобилях. Меня это так понравилось и затянуло, что я выбрал этот автомобиль для того, чтобы переделать его для таких гонок. Этот автомобиль уже участвовал в гонках в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и занимал вторые и третьи места. Внешне он претерпел минимальные изменения. Наряду с классическим салоном и настоящей милицейской рацией того времени, в нем лишь установлены специальные спортивные сидения и руль. Основная работа проведена под капотом. Здесь, поскольку классические гонки, сильно переделывать нельзя. Единственное, что отдавали специалистам, не сами делали двигатель, отдавали специалистам, бывшим гонщикам, хорошим, интересным, в том плане, что автомобиль действительно доведен, мотор завяженный. Сейчас большинство экспонатов музея авто и мототехники на ходу. Некоторые даже имеют регистрационные номера и эксплуатируются. Организуются выезды на праздничное мероприятие города. Увидеть собственными глазами российский и немецкий автопром советских времен можно каждые выходные с 10 утра до 2 часов дня. А 25 мая сотрудники авто и мото-выставки приглашают всех желающих к себе на ночь музеев. В парк АСС и на улицу Солнечная, дом 5. Мария Рунч, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова